Инсульт лучше предупредить, чем лечить, о важности профилактики и сокращении факторов в рисках. Поговорим с гостем нашей программы. Джина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Как в Тюмени, в Тюменской области у нас какие показатели? Сколько заболели и есть ли какие-то смертельные случаи? Да, знаете, заболеваемость инсультом, вероятнее всего, он растёт, но не так быстро. Но всё равно показатели. Вот за прошлый год на юге Тюменской области, в городе Тюмени, зарегистрировано было 4800 случаев инсульта. Это где-то на 200 случаев больше, чем в 2017, допустим, году. Но летальность от инсульта, она снижается. А вот заболеваемость почему растёт? Возможно, потому что мы стали лучше диагностировать и чаще довозить до лечебных учреждений. И 4,5 часа – это терапевтическое окно, в рамках которого нужно успевать доставлять пациентов в специализированные сосудистые центры. По каким признакам, допустим, у себя отмечать и у других? Я знаю, что в прошлом году я работала на благотворительной акции, и там были такие моменты, что нужно вытянуть руки, по-моему, улыбнуться, что улыбка должна быть ровной и сказать своё имя. Потому что часто признаки инсульта путают с опьянением, к примеру. Всё правильно, потому что у пьяных людей тоже может быть инсульт. И мы не должны, во-первых, самое главное, не проходить мимо человека, с кем стало плохо. Поэтому вот эти три признака нужно обязательно вызвать в скорую помощь. Но пока едет скорая помощь, мы не должны бездействовать. Что нужно делать? Надо, во-первых, переносить из места на место человека нельзя. Где он упал или где он присел. Мы укладываем пациента горизонтально и поворачиваем голову чуть-чуть на бок. Раскрыть галстук, расслабить, чтобы доступ воздуха был. Если в помещении окна открыть, двери открыть, если есть дома в морозильной камере какие-нибудь холодные вещи, лёд, можно приложить к голове, чтобы вот этот эффект крио максимально удлинил время гибели, мы будем говорить, клеток. Когда при инсультах, при нарушениях мозгового кровообращения резко снижать артериальное давление нельзя. В этом мы постоянно спорим с кардиологами, потому что тактика кардиологических пациентов и неврологических абсолютно разная. А правда ли, что мужчины болеют чаще, чем женщины? И почему? Да, мужчины, частота встречаемости инсульта у мужчин чаще. Показатели на 100 тысяч населения составляют 154 на 100 тысяч, а у женщин 134 на 100 тысяч. Частота встречаемости в том, что у них есть факторы риска. У мужчин чаще обладают такие факторы риска, как неконтролируемое или недиагностированное артериальное давление, потому что хуже следят за артериальным давлением. Далее курение, алкоголь, стресс. Очень много молодёжи, которые очень много работают, вот умственно работают, с нагрузкой работают. И потом, чтобы расслабиться, они ходят в фитнес-клубы, залы и тоже неконтролируемо начинают заниматься спортом. Не нужно на последнем вдыхании идти. Если нет силы, лучше этим не заниматься. Вы знаете, тоже про умственную активность хочется поговорить. Некоторые считают, что умственный труд, он способствует долголетию, способствует, что будут дольше работать когнитивные все функции. А с другой стороны, считается, что умственная активность, она наоборот способствует инсульту, потому что вот это напряжение, оно приводит к таким последствиям. Да, но не всегда умственный труд не занимает одной из лидирующих факторов риска. Что ещё? Что можно сделать сегодня, чтобы, не знаю, в будущем у нас не было? Мы про курение не сказали, и про алкоголизм, алкоголь, употребление алкоголя. Тоже вот курение. Надо сказать, что у нас Россия стоит на одном из, наверное, таких значимых мест занимает по курению, и женское население. За границей стали отходить, не стало модно курить, а у нас женщины стали курить. С алкоголем, ну, если вы посмотрите литературу, там, конечно, рекомендуют 100-150 миллилитров красного ского вина, что это полезно. Это же алкоголизм, если каждый день 100-150. Да, это до того хронический алкоголизм. Всё правильно. Нет, это в литературе, что это допустимые нормы, как бы можно употреблять. Я, например, вообще никогда не пробовала алкоголь. Ни вино, ни шампанска, ничего. И, знаете, я не страдаю, и чтобы у меня настроение хорошее было, мне не нужно алкоголизироваться. А людей меняет вообще? Вот, допустим, перенесли инсульт, они резко меняют образ жизни, или есть те, которые там душомеры? Хотелось бы, но нет. Да, вот душомеры. Серьёзно? Да, да, да. Хотя мы с ними проводим школы, мы с ними проводим работы. И, знаете, те, которые тяжёлую форму инсульта переносят, они ещё как-то боятся. А есть, которые транзиторные ишемические атаки перенесли, или там малый инсульт у них случился. И у таких людей иногда бывает несколько раз этих транзиторных атак, которые всё равно в конечном итоге приведут к инсульту. Что бы вы им и сказали? Мы должны вести здоровый образ жизни, следить за своим весом, следить за своими привычками и стараться быть стрессоустойчивым. Большое спасибо, Джина Ивановна. Всего доброго. Спасибо. Кстати, быстрее восстановиться после инсульта помогают лошади. Ещё Гиппократ утверждал, что раненые и больные поправляются быстрее, если ездят верхом. Продолжение следует...